Радикально изменится проезд по центральным улицам города, а именно правобулачная теперь будет односторонней в сторону центра, а не цирка, как есть сейчас. Левобулачная же улица перестанет быть транзитной. Там оставят лишь две полосы движения, но добавят полосу для велосипедистов. И ею, как ожидается, в основном будут пользоваться жители и работники ближайших домов и офисов. Судя по новой карте города, планируется сделать односторонний проезд по Тихомирного, Щербаковский переулок и Профсоюзное в сторону Кремля. В обратном же направлении планируется сделать одностороннее движение от площади Тысячелетия по правобулачной улице, потом по Марселе Салимжаново и до Назарбаева. На улице Левобулачная организовывается двустороннее местное движение с выделением велодорожки и расширением тротуара вдоль домов. Участок от улицы Татарстан до улицы Парижской коммуны по Левобулачной, где нет заездов, может быть преобразован в пешеходный с организацией единого пространства перед зданием педагогического факультета КФУ и связи с Булаком. Дополнительно данным вариантом решается сложный и опасный перекресток улицы Татарстан, Салимжаново и Булака. Делается это для того, чтобы уменьшить поток машин в центре. Из-за того, что Большое Казанское кольцо на сегодняшний день еще не замкнуто, речь идет об участке от Кировской дамбы вдоль трамвайных путей до улицы Тихорецкой. Транзитные потоки с юго-востока Казани идут именно в центр. Безопаснее станет и выезд с улицы Провсоюзная на площадь Тысячелетия. Там установят отдельный светофор, что позволит уменьшить количество ДТП. Правда, придется реорганизовать зеленую зону. Территория площади Тысячелетия может быть увеличена при реализации второй очереди проекта за счет объединения разделительного зеленого островка с площадью перед стадионом. В самом центре проектировщики решили убрать островки безопасности, которые помогали пройти от торгового центра до здания института. Вместо этого там появится один пешеходный переход напрямую, который будет регулироваться светофором. Помимо этого, еще пешеходный переход будет установлен на улице Бутлерова, чтобы было удобнее перейти к памятнику Вахитова. Проанализировав фазы светофоров, удалось заложить большой пешеходный переход через улицу Пушкина. А чтобы такого стало меньше, было принято решение, что на улице Провсоюзной, абсолютно на каждом перекрестке, появятся светофоры. Однако сообщается, что при удачном стечении обстоятельств можно будет проехать на все зеленые. Артем Логвинов, Роман Фенин, Телеканал Эфир.